Мы рассказываем о заклейке городских улиц, труб, стен, сараев, заборов, рекламы кочевных торговцев из КДЦ. Выход Аюш-пяток-1. Обязательно проводить субботник, работая в ДК сотрудников, чтобы не ходили и выбирали объявления за своими арендаторами. Раз они являются членами культуры, каким-то образом позволяют вести торговую деятельность в своих помещениях. Логично вообще провести проверку, каким образом культурные учреждения занимаются торговые деятельности, включены торговые центры. Я полагаю, что они налог платят как учреждение культуры, а занимаются торговой деятельностью, как и шубы, обуви, чего только нет. По данным кочевым объектам много жароб в СМИ о фальсификации обуви, выдавая китайскую за белорусскую. Если сотрудник КДЦ будет приходить снимать объявления, я думаю, это прекратится. И компетентные органы проверят, на каком основании торговлю существует в помещениях культуры неизвестными лицами. Это, видите, культурно-досуговый центр. Надо было поправить культурно-торговый центр, чтобы брали налог с помещения и земель на участках, как предприятие торговли. Раз там торговли шубой, он будет состояться. А еще лучше, проверить субботник работников КДЦ для расклейки и объявлений, которые наклеили их арендаторы. Раз не в том городе это не справиться не может. Ни полиция, ни администрация, пускай арендаторы снимают объявления. Шубу из ДК заклеили всю Жуковку. Жуковская полиция, администрация не в состоянии справиться с кочувающими торгашами, которые газируются в Доме культуры местным. Которые не являются торговым центром, но считают торговую деятельность. Чем, по мой взгляд, задержает налог в бюджет, потому что бюджет учреждения культуры фактически занимается торговлей. Полное бессилие местной полиции, они же не могут прийти 22 ноября и поймать, кто-то развешивает. И посмотреть видеокамеры, где-то развешивается. Только разводят руками от кочувающих торговцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok